7 октября Всемирный день действий за достойный труд. В этом году профсоюз России выступает с требованием соблюдения социальной справедливости, ликвидации безработицы и установления достойной заработной платы. В Чуашии несколько десятков активистов тоже поддержали всероссийскую акцию. А сегодня профсоюзный актив республики встретился с председателем правительства Иваном Маториным. Во время встречи обсуждалась социальная политика государства, минимальный уровень ценно-услуги ЖКХ, возрастные ограничения для получения звания ветеран труда. Ведь сейчас основанием для такого звания является только возраст и стаж. Иван Маторин рассказал, что правительство собирается обсуждать эту проблему и как только будут найдены средства, обязательно возраст снизят. Волновало профсоюзных активистов и состояние детских и здравительных лагерей. Иван Маторин рассказал, что на федеральном уровне ситуацию с лагерями всерьез мониторят, хотя не отслеживают их техническое состояние. Хотя было бы лучше, если бы регионы сами решали, когда их отправлять на ремонт и реконструкцию, заявил глава правительства. Иван Маторин заверил также, что социальные вопросы, оплата труда, занятость населения всегда на контроле правительства. А трехстороннее соглашение между кабинетом министров, работодателями и профсоюзами – реальный способ контролировать ситуацию на рынке труда. Я надеюсь, что эта практика продолжится. То есть опыт прошедших лет показал, что это наиболее эффективное, понятное и, самое главное, ориентированное на получение результата. То есть мы не выясняем отношения друг с другом, а в первую очередь строим работу на конструктивных подходах.